Часто при редактировании текста нам нужно найти какое-то слово в нем. Или, например, найти все вхождения этого слова и заменить их на какое-нибудь другое. Естественно, Vim поддерживает такую функциональность. Давайте я покажу вам, как это работает. Чтобы искать некоторый текст, мы вводим слэш и текст. Находится первое вхождение. Чтобы перемещаться, нажимаем либо клавишу N, либо N. Чтобы искать назад, то есть от текущего курсора вверх, нажимаем вопросик. Когда мы достигнем самого верха или самого низа, то текст продолжится с начала или с конца соответственно. Чтобы найти что-то и заменить, нужно ввести более сложную команду, двоеточие, процент S от слова Substitute. То есть заменить. Далее вводим что ищем, слэш, на что меняем, слэш и некоторые флаги. Флаги можно не указывать, либо указать флаг G, чтобы сделать несколько замен в строке. Или флаг C, чтобы про каждую замену спрашивать, хотим мы заменить или нет. И, наконец, еще несколько полезных команд Vima. Чтобы отменить последнее действие, каким бы оно ни было, нажимаем клавишу U. Чтобы отменить отменение, то есть вернуть отмененное действие, нажимаем Ctrl-R. И, наконец, по строку законченной редактированной, вам хочется сохранить изменения. Для этого существует команда двоеточие W. Если вы хотите сохранить и сразу выйти, то двоеточие WQ. Если хотите выйти без сохранения, мы уже с этим познакомились, двоеточие Q выставить на знак. Наконец, вы можете сохранить изменения в файл с другим именем. Для этого вводим двоеточие W и имя файла. Он будет сохранен именно под этим именем. Давайте покажу это все в терминале. Давайте попробуем поискать слово Imagine. Курсор приводится на первое вхождение. Дальше нажимаю N маленькое, чтобы перемещаться по найденным фрагментам. Либо N большое, чтобы перемещаться в обратную сторону. Когда я дойду до самого конца файла, им сообщит мне, что я достиг вершины файла и продолжу поиск снизу. Давайте попробуем поменять что-нибудь в этом тексте. Для этого ввожу команду %s. Например, поменяю вхождение I на V. В каждой строчке может быть несколько I, поэтому добавлю флаг G. И попрошу подтверждения каждой замены. Итак, в слове Imagine я менять не хочу, поэтому нажимаю клавишу N от слова No. Далее я тоже не хочу. Наконец мы дошли до I, которую я хочу поменять. Нажимаю Yes, то есть Y. Наконец, если я согласен менять до самого конца, я могу нажать клавишу A, тогда будут заменены все вхождения I. Давайте попробуем отменить последнее действие. Для этого нажмем клавишу U. Все I вернулись на место. Наконец, чтобы сохранить наши изменения, ввожу WQ. На этом я закончу рассказ про Vim и предлагаю изучить его вам дальше самостоятельно. Открываете Vim Tutor и начинаете проходить задания. И помните, если когда-нибудь вы будете редактировать файл Vim и сделаете что-то совершенно непоправимое, всегда можно нажать Escape для выхода в нормальный режим, потом в двоеточие кью-усыдательный знак для выхода без сохранения, и можно начать редактирование заново. Субтитры создавал DimaTorzok